Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ. В студии Елеман Раимбеков и Сурдоперевод обеспечивает Марат Жамабеков. И в начале выпуска коротко о самом важном. Кадры решают все. В составе аппарата Акима области изменения. Последний звонок. Впервые в непривычном формате. Не по назначению. Злоумышленник в Талткургане похитил платежный терминал средь белого дня. Президент Казахстана Касымжом Артокаев поздравил казахстанских выпускников с окончанием школы. Своё поздравление глава государства опубликовал на своей странице в Твиттере. Он пожелал им удачи в новых начинаниях и выразил уверенность, что в будущем они станут достойными гражданами своей страны. Как известно, сегодня из-за карантина последний звонок в стране прошел в формате онлайн. А согласно данным Министерства образования, вручение аттестатов казахстанским школьникам будет проводиться 3-4 июня на открытом воздухе с соблюдением строгих эпидемиологических мер. Дорогие выпускники, поздравляю вас с последним звонком, который прозвучит сегодня в необычной обстановке. Желаю вам достичь заветной мечты. Надеюсь, ваш путь будет светлым и ярким. Касым Жумар Тукаев, президент Республики Казахстан. Слова напутствия выпускникам выразил сегодня и Аким Алматинской области. Своим поздравлением Аман Дагбаталов поблагодарил педагогов, родителей и учеников за понимание и терпение в столь сложный период для всего мира. Ведь последнюю четвертую четверть все занятия и уроки проходили дистанционно. А выпускникам школ глава региона пожелал успехов на предстоящем едином тестировании. Отметим, в этом году в Алматинской области со своими родными пенатами прощаются более 15 тысяч выпускников. Из них более тысячи учащихся удостоены знака Алтенбельга и более 800 школьников получат аттестаты особого образца. Наших дорогих выпускников ждет ответственная пора. Предстоит сдать экзамены, пройти единое национальное тестирование, выбрать профессию и определить свою дальнейшую судьбу. Я уверен, что у вас все это получится. Ведь вы молоды, энергичны, полны сил и желания идти вперед, познавая мир и новые неизведанные дороги. Помните, перед вами открываются новые перспективы. Смело идите вперед к своей цели, воплощению заветной мечты. А мы, в свою очередь, всегда поддержим вас на этом нелегком и интересном пути. И пусть ваши успехи станут наградой для ваших родителей за их огромное терпение и безграничную любовь. Школьные годы чудесные. Свыше 15 тысяч выпускников школ Алматинской области впервые попрощались со школой в непривычном формате. Как в режиме самоизоляции выпускники готовятся к главному событию школьной жизни в нашем следующем сюжете. Последний звонок в последний раз. Встречаем! В этом году последний звонок для казахстанских выпускников школ из-за пандемии коронавируса прозвенел онлайн. Мероприятие в традиционном формате отменено в целях безопасности учащихся и педагогов. Увидеться, что называется, вживую не получится и на экзаменах. Однако встречаться в онлайн-режиме никто не запрещает. Благо, современные технологии позволяют поддерживать отношения как с одноклассниками, так и с учителями. Дистанционное обучение нам в какой-то мере помогли как-то почувствовать другое, как-то развить наши другие навыки. Вне зависимости от того, мы в реальном мире контактируем с учителем или онлайн, мы также получали одинаковые знания, также мы общались, также мы спрашивали, также делали задания. Единственное, что как-то чуть-чуть огорчило, это наши кружки, хор, танцы. В какой-то мере проходили онлайн, но такого ощущения, такого драйва, как было в школе, не было. В этом году последний звонок прозвучал 25 мая для более чем 400 тысяч учащихся Алматинской области. А выпускные мероприятия проходят под эгидой «Бергем из Тулек, Жеерма Жеерма». Так, каждый школьник, согласно графику, получил возможность участвовать в онлайн-классном часе по случаю окончания учебного года. А их родители выразили слова благодарности в адрес педагогов. Я сейчас поняла, как я в онлайн-режиме сижу дома и воспитываю своих детей. И вижу, каждый день я с ними работаю в онлайн-режиме, в WhatsApp, у нас еще в Zoom, программа в Zoom. И это очень тяжело. Благодарность учителям за вашу доброту, за ваши знания. Большое спасибо вам, учителя. В свою очередь, руководство управления образования Алматинской области поздравляет с окончанием учебного года всех учащихся и их педагогов и напоминает, что в связи с текущей ситуацией в стране последний звонок и вручение аттестатов для выпускников школ пройдет 3 и 4 июня. В текущем году 11 тысяч выпускников будут сдавать ЕНТ. Тестирование пройдет с соблюдением санитарных требований с 20 июня по июль месяц и может продлиться в связи с карантином. На официальном сайте Центра тестирования можно задать любые интересующие вопросы. Всего по области действует 16 центров сдачи ЕНТ. На торжественную церемонию вручения аттестатов выпускники смогут прийти вместе со своими родителями. Все остальные традиционные мероприятия по празднованию окончания школы в этом году под запретом. Евгения Присяжная, Мадиба и Басынов, телеканал ЖТСУ. Назначен новый Аким города Капшигай. По согласованию с администрацией президента и депутатами районного Масляхата им стал Нурлан Куматаев. Активу региона его сегодня представил Аким Алматинской области Аманда Кбаталов. Глава региона выразил уверенность, что новый Аким приложит все усилия для дальнейшего развития города. Ведь он имеет богатый опыт работы на руководящих должностях. В разные годы Куматаев занимал пост заместителя Акима Байсеркинского сельского округа Ильисского района, начальника отделов малого и среднего бизнеса, координации занятостей и социальных программ того же региона. С февраля 2016 года по настоящее время занимал должность заместителя Акима Ильисского района. Отметим, что Аким города Капшига и Талгат Канарбеков освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Сейчас привлечение инвестиций, открытие новых рабочих мест, для того, чтобы в целом люди комфортно, нормально жили. И жалах с Волгой. Хорошая зарплатная плата. В освобождении в связи с коронавирусом идет. В основном пострадал малый и средний бизнес. Сфера обслуживания. Людей. Вот им надо помочь. Сейчас. Мы с своей стороны, я как Акима области, буду тебе помогать. В этом году только на развитие города, здесь еще сельская округа есть, 4-6 миллиарда тенге выделено. Это же какая огромная сумма. Глава региона Амадык Баталов пожелал новому градоначальнику успехов на новом поприще и поставил перед ним новые задачи для улучшения жизни населения. В свою очередь Нурлан Куматаев поблагодарил Акима области за оказанное доверие и отметил, что приложит все усилия для реализации программы Ельбасы и главы государства. Обещаю, что буду работать во благо народа и трудиться, не покладая рог. Хочется выразить благодарность Акиму области и районным депутатам за оказанное доверие. Я приложу все усилия для дальнейшего развития города Капшигай. Кадровые перестановки в СПК ЖТСУ. Сегодня заместитель Акима Алматинской области Серегжан Бескимпиров представил коллективу СПК ЖТСУ нового руководителя. Им стал Руслан Курасбаев. Ранее он занимал должность руководителя ГУ Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области. Такое решение было принято советом директоров СПК ЖТСУ в связи с переходом на другую работу прежнего руководителя Талгата Малабаева. Заместитель главы области Серегжан Бескимпиров подчеркнул, что сейчас перед корпорацией стоят большие задачи по реализации различных проектов. У вновь назначенного руководителя большой опыт работы в различных бизнес-структурах, что вселяет уверенность в их успешное осуществление. Сразу же он провел совещание с новым коллективом, озвучив основные задачи, которые необходимо решить в этом году. Среди них и несколько больших проектов. Спасибо за доверие руководству области. Выполнение задач – это приоритива наша. Все будет выполнено, максимально поставленные задачи будут исполнены. На ближайший план самая главная задача – это у нас запуск Аксульского сахарного завода. Вся подготовка к работе идет по плану. Дай Бог, мы его запустим в осень этого года. К другим темам. В некоторых регионах страны вводится послабление карантинных мер, в некоторых – усиление. В том числе в Талдыкургане. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача областного центра, от 24 мая текущего года в городе и на блокпостах в его окрестностях усилены меры профилактики распространения коронавируса. За выходные к общей статистике заболеваемости прибавилось еще четверо заболевших. И теперь в областном центре ПЦР-тесты оказались положительными у 51 человека. Всего по области уже 288 случаев. 173 пациента уже выздоровели и отправились домой. Информацией о текущей ситуации по COVID-19 в регионе поделился руководитель областного управления здравоохранения «Бауржан-Скак» на площадке ЖТСУ «Медиа». По его словам, в регионе проведено около 40 тысяч тестов шестью действующими лабораториями. В ближайшее время начнет функционировать еще одна. Это позволит увеличить количество тестируемых. Главный врач области также проявил большую обеспокоенность нарушениями жителями масочного режима, призвав граждан соблюдать установленные карантинные меры. В области работает шесть лабораторий, суточная мощность, их представляет более 2,5 тысяч исследований. Скоро будет подключена седьмая лаборатория, это частная в медицинском центре «Олимп». И тогда суточные дожди по области для тестирования могут проходить около трех тысяч пациентов. На сегодняшний день лаборатория «Олимп» предлагает бесплатное обследование экспресс-методом на своей базе. А ПЦР-обследование скоро, когда они откроются, любой желающий может пройти у них на платной основе. Цифровизация. 80% государственных услуг оказывается через электронный портал ЕГОВ. Это удобно, быстро и, главное, в период пандемии коронавируса безопасно. Для пропаганды новых возможностей по всей территории Алматинской области проводятся разъяснительные работы среди населения. Жителям рассказывают о том, как пользуются порталом, как открыть электронную цифровую подпись, не выходя из дома, и о преимуществах электронного документа оборота. Наша цель – повысить грамотность населения в плане цифровизации. За первый квартал в Сарканском районе оказано 1848 государственных услуг. Из них 1621 в электронном формате. Это говорит о том, что мы идем в развитие в сфере электронных услуг, ведь за ней будущее. Автотрасса Кукпе-Киген не соответствует требуемым стандартам. Проводимый текущий ремонт дал трещину и приходит в негодность уже через неделю после работ. В чем причина, смотрите в следующем сюжете. Трасса республиканского значения Кукпе-Киген находится в ведении государственного предприятия «Казахавтодор». Сейчас их представители латают ямы и приводят в належащий вид участок с нулевого по 41-й километр и с 53-го по 88-й. Но весь труд оказался мартышкин, говорят подрядчики. Всему виной тяжелые фуры и грузовики. «Данная территория составляет порядка 25-30 тысяч квадратных метров. Затраты на этот участок составляют 140-150 тысяч тенге, то есть огромные средства. Мы поставили везде знаки о ремонтных работах, но все игнорируют». Во время текущего ремонта масса проезжающих автомашин не должна превышать 8 тонн. И так в течение 15 дней и после окончания работ. Весь этот период контроль за проездом большегрузного транспорта должна осуществлять областная инспекция транспортного контроля. «Мы проверяем качество накладываемого асфальта. Согласно нашим проверкам, на данном участке трасса соответствует всем требуемым республиканским стандартам. Но дороги не успевают сдаваться в эксплуатацию, как уже требуют ремонта. Если бы ответственные лица поставили дежурящих контролёров, то народ будет ездить по качественным автотрассам». «Подрядчики надеются, что будут услышаны. Иначе о качественном дорожном полотне можно будет только мечтать», говорят они. Сегодня в половине шестого утра в Алматы на одном из блокпостов произошла авария. В итоге погибли два сотрудника полиции. Ещё один в больнице в крайне тяжёлом состоянии. По словам начальника административной полиции города Алматы Жандоса Мураталиева, водитель 1994 года рождения находился в нетрезвом состоянии. Его автомобиль на большой скорости врезался в бетонное заграждение. Затем авто отбросило в патрульную машину. Старший лейтенант полиции Жарас Жангазиев 1978 года рождения скончался на месте. Он воспитывал двух дочерей. Сержант полиции Дастан Абдеканов 1994 года рождения скончался в больнице. Месяц назад у него родился первенец. Третий полицейский, старший лейтенант Ирбулан Сейдазам, в момент наезда стоял на улице с планшетом, проверял проезжающий транспорт по базе. Он находится в больнице в крайне тяжёлом состоянии. Дознаватели ведут расследование по данному факту. Нетрезвому водителю грозит до 10 лет лишения свободы. В исправительной колонии Петропавловска развивают прикладное творчество, сообщает корреспондент Хабар-24. У тех, кто оказался за колючей проволокой, есть возможность заняться ремеслом и научиться чему-то полезному. Кайруш Айтбай в колонию попал за совершение тяжкого преступления. Здесь он научился лепить фигуры из гипса. Вместе с другим осуждённым он создали скульптуру Абая в честь 175-летия великого поэта. Питьевая вода не по карману жителям села Арка Костанайской области. Люди жалуются на высокий тариф. За потреблённый кубометр из водопровода сельчане платят 492 тенге. В поселке Арка водоснабжающий комплекс за 450 миллионов тенге возвели три года назад. Тариф сложился с учётом затрат на строительство, амортизацию, электроэнергию и ряд технических показателей. Снизить цену можно, если сельский водопровод войдёт в республиканский перечень особо важных систем водоснабжения. Тогда львиную часть затрат будет субсидировать государство. В случае одобрения заявки тариф на воду для жителей Арки снизится в 16 раз. За кубометр по счётчику сельчане будут платить 30 тенге. Продолжаем выпуск. Под прицелом терминал. Полицейские Талдыкургана по горячим следам раскрыли дерзкое преступление. Ранее судимый гражданин посреди белого дня открыто похитил платёжный терминал. Однако наслаждиться чужими деньгами ему не удалось, рассказывает Антон Хатиновский. Думая о том, как без заморочек добыть денег, ранее судимый 31-летний житель Сарканского района решил похитить платёжный терминал. В целях конспирации, натянув на голову капюшон и очки, молодой человек пошёл на дело в один из торговых домов. Закинув по хозяйски на плечо технику, он загрузил автомат в поджидавшее его такси и направился к себе на съёмное жильё. Охранники удалились, в этот момент я вытащил. Сами поднялись? Да, сам один поднял дом. Потом? Ведь они составили мне труда. Потом я занёс его в подъезд, дом напротив стоит, рядом. Быстро занёс и, получается, на лифте поднял на трех этаж. С лифта вытащил, занёс домой, там ему по экрану ударило, где я снова по экрану упал. Весь путь злоумышленника стражи порядка проследили по камерам наблюдения и задержали горе вора, что называется, с поличным. Ранее он отбывал наказание за совершение разбойного нападения. Установлен и задержан 31-летний житель Сарканского района, у которого взятый, деформированный, похищенный терминал и денежные средства свыше 200 тысяч тенге. Подозреваемый признался в совершенной краже. Он сейчас находится в изоляторе временного содержания. Установлено, что задержан и был ранее судим. Досудебное дело расследуется согласно статье 188, ч. 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Антон Хатиновский, телеканал ЖТСУ. При содействии Пресс-службы Департамента полиции Алматинской области. В Монако намечается масштабная перестройка. Футбольный клуб хочет этим летом продать 30 игроков и выручить за них 50 миллионов евро. Все из-за тяжелой экономической ситуации. У Монако третий по размеру бюджет в чемпионате Франции. Но клуб второй сезон подряд не будет играть в Еврокубках. Поэтому хочет сократить траты на зарплаты. Но судя по тому, что в Монако пытаются выручить деньги с трансферов, вряд ли от клуба в ближайшее время стоит ждать серьезного усиления. Греция готовится встретить туристов. На курортах зонтики будут стоять на расстоянии 4 метров друг от друга. Так на пляже площадью 1000 квадратных метров смогут отдыхать не более 40 человек. Лежаки будут полностью дезинфицировать. Когда приход отдыхающих, так и после. Но это еще не все. Приезжающих будут регулярно проверять. Заявление официальных Афин прозвучало к тем, кто руководит ВИЭС туристической индустрией. Главы соответствующих ведомств стран-членов Евросоюза подчеркнули, что сделают все возможное для спасения отрасли. Через 10 дней Италия открывает свои воздушные гавани, как для внутренних, так и международных рейсов. Пока речь идет о перемещении внутри Евросоюза. Внешние границы останутся закрытыми по крайней мере до 15 июня. Латинская Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Всемирной Организации Здравоохранения. Больше всего зараженных свыше 332 тысяч в Бразилии. Эта страна занимает второе место после США по числу инфицированных в мире. По официальным данным от COVID-19, здесь уже умерли более 21 тысячи человек. По оценке Министерства здравоохранения Бразилии, настоящее число заразившихся коронавирусом может быть гораздо выше официальных данных, так как в этой стране не проводится массовое тестирование населения на COVID-19. В начале вспышки инфекции президент Бразилии Жаир Болсонару критиковал власти штатов за введение карантинных мер и сравнивал COVID с легким гриппом. К другим темам. Великая Отечественная война осталась большим пятном в истории человечества. Те годы до сих пор хорошо помнит труженица тыла из Сарканского района Зоя Стишенко. Когда началась Великая Отечественная, их было всего 8 лет. Но, как и многие другие, лишившись детства, она отправляла на фронт сшитые вещи и выходила работать в поле. В феврале месяце наш отец погиб под Москвой. Нам пришла похоронка, было много слез, горе. Отец Зои Стишенко, Дмитрий Царенко, отправился на фронт в 1941 году. Весь о его смерти пришла в феврале следующего года. Но о месте захоронения родственники погибшего не знали. Вплоть до 2010 года. Благодаря архивам на просторах интернета сумели найти и посетить могилу под Москвой. В военные годы Зоя Стишенко утром ходила на занятия. Вечером вместе с матерью вязала носки, перчатки, шарфики солдата. И отправляла на фронт. А днем ходила на поле собирать колоски. Делится воспоминаниями 86-летняя бабушка. Во время войны почему-то была засуха. Пшеница росла очень маленькая, низкая. Комбайнов не было. Убирать урожай некому было, потому что мужчины все ушли на фронт. И вот мы, дети, шли на поле и руками, даже не серпом, потому что очень маленькая, низкая была пшеница, мы рвали эту пшеничку, складывали ее в копны. Больше всего хотелось мирного неба. О беззаботном детстве даже и не мечтали, говорит она. После окончания войны поступила в Лепсинское педагогическое училище. Проработала педагогом начальных классов 43 года. По достижении пенсионного возраста ушла на заслуженный отдых. Награждена несколькими юбилейными медалями победы. Мама молодец. Она очень сильна духом. Она, несмотря на свои годы, она помогает даже мне по городу, занимается рассадой. В общем, в силу своих возможностей, в силу своего здоровья, она на месте не сидит. Она всегда в труде. Она очень трудолюбивый человек. Миру нужен мир. Пусть нынешнее поколение и потомки никогда не увидят ужасы войны. Желают ружинцы тыла. Елеман Раймеков, Айдос Калиф, Телеканал ЖИЦУ, Сарканский район. Волонтеры Сарканского района взяли под свою постоянную опеку уже 250 нуждающихся семей. Ежедневно они разводят продуктовые наборы и своим примером призывают предпринимателей к благотворительности. Взаимодействие волонтеров с предпринимателями и бизнесменами четко налажено. Совместными усилиями ежедневно 3-4 семей обеспечиваются продуктами. В продовольственных наборах, рассчитанных примерно на месяц, есть все необходимое. Такую поддержку получила и многодетная мать Багила Нурбалат. С мужем они воспитывают 9 мальчишек и одну дочь. Дочь самая младшая, ей всего 9 месяцев. Старшему сыну 21 год. Нам волонтеры уже не первый раз привозят продукты первой необходимости. У них доброе сердце, всегда помогут, чем могут. Муж трудится на общественных работах. Помимо волонтеров нам всяческую помощь, как многодетной семье, оказывает и государство. Не остался в стороне и благотворительный фонд «Холок», который отправил порядка 400 коробок. Каждая семья в списке получила уже по 3 коробки. В числе волонтеров и студент итальянского института Ла Сапиенца. Ирлан Муротбек – будущий архитектор. Приехал к родителям на время карантина. Решил присоединиться к движению волонтерскому, помогать семьям, кто нуждается. Потому что понимаю, что именно в селах, в регионах, особенно в лежащих аулах, действительно нужна помощь в такое сложное время. Всего за период чрезвычайного положения помощь нуждающимся оказали на общую сумму 2 миллиона 600 тысяч тенге. Благотворительность будет продолжена. Ирман Раймбеков, Айдускалиев, телеканал «Житсу», Сарканский район. Такими событиями был насыщен уходящий день. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин